Сколько радости! Вспоминайте такая же Мира! Это Мира! Мира чуть остепенилась, хотя тоже такая же! Все? Так, а это надо с работы привести снегоуборочные грабли и собрать. Пока снега нету, они у меня на работе стоят, эти грабли, без дела. Принесу с работы и буду собирать листья. Прямо здесь граблями раз, снегоуборочными и сгребать. А я вспомнил сегодня. Снегоуборочные грабли, потом молнии отводные, веники мы делаем. Специально такие. Машешь и отводишь молнии. Это новые конструкции мы разрабатываем. Потом тяпка для собирания грецких орехов. Тоже новая конструкция. А кто-то там слышит запах приманки. Я положил в коробочку и пытается на эту коробочку достать. Ну вот, земляне, пока я сейчас снимаю, вспомнил за новые конструкции, которые разрабатывает металлик. Но несколько конструкций были разработаны не мною. Они были разработаны... Сейчас я скажу. Нет, Веркор Коронель, он написал повесть «Квота» или «Сторонники изобилия». Да-да, Веркор Коронель, точно. Он же и написал вот эту... Почитайте. Книга, она в интернете есть. Называется «Квота» или «Сторонники изобилия». И там описаны три изобретения, которые я воплотил в жизнь. То есть, я их повторил. Есть ролики на моем канале. Если вы наберете, например, самое первое изобретение, которое я взял с этой книги и мы создали в металлике. Это «Крошка-собиратель». Там главную роль играл Марсик в этом фильме. Так и найдите. Забейте «Крошка-собиратель» и вам YouTube выдаст мой ролик, где Марсик испытывает новейший «Крошка-собиратель». Потом дальше идет изобретение под названием «Майонезовосстановитель». Там тоже Марсик испытывает эту конструкцию. Мы ее создали, собрали. И она у нас работает, эта конструкция. Она восстанавливает майонез. Тетина еще есть. И при том успешно восстанавливает. Ну и третье изобретение, это мне попросила Виктория, она когда прочитала со мной эту книжку, там описана конструкция жемчуга-нанизывателя. Она меня попросила, говорит, ну что ты, когда ты меня соберешь, жемчуга-нанизыватель? Ну у меня же пальцы болят. Ну я в металлике собрал такую конструкцию, так она и называется, жемчуга-нанизыватель. Наберите и вам этот ролик выдаст YouTube. А вы мне напишите комментарии, потому что это старые ролики и вряд ли кто из почти 3000 видео у меня. Мне самому даже тяжело найти что-то такое на своем канале. А тут еще и я подсказываю, но это уже проще. Поэтому зайдите, посмотрите. Крошка-собиратель, майонезовосстановитель и жемчуга-нанизыватель. Запомнили? Смотрите и пишите комментарии, я их прочитаю. Все комментарии я читаю, те которые, вон он Кузя, вон Кузя. Те которые, вы пишите, даже год назад в этом видео было, я их все равно читаю. Кузя стал противный, даже на Кузи шевелитель не реагирует. Раньше, помните, мы с ним играли, он показывался. Сейчас все, залег на дно и ни в какую. И вот Кузя шевелитель уже скоро заржавеет. Вон там в яме, сидит и сидит. Да еще и вода немножко мутноватенькая. Так, а как наша Лира? Лира впустила. Вон, жесточки. Лирочек, твое дерево, вот подошел к нему. Видите, вот она, Лира. Лира, Мира, Рада, Марсик, Жорик. Всех перечислил. Так. Чуть-то я... А инжир показать человечеству. О! А что здесь? Вот она, смотрите. Здесь вот первый урожай. Второй. Смотрите, сколько инжира. Деревцо-то какое маленькое. А вот эти должны уже скоро, вот они, видите, уже крупные, поспеть. На таком маленьком дереве одеты плодов столько. Просто завались, смотрите. Каждый квадратный сантиметр в плодах. Дерочек уже сидит, там ждет. А я всегда, когда прихожу, меняю воду. Смотрите. 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 в корме. А вот как этот корм... Вот как этот корм... Что это было? Вы видели? Мирка, ну ты бешеная. Мирка... Положил ящик сюда, она вон его, на себя одела. Ешьте. Я все время показываю, как кормлю собак. Иногда же надо и рыбам дать. Они же тоже там интересуются. Может быть, Кузя поэтому и забастовку устроил, что мы, нате, не даем его гарему корма. Сейчас они почувствуют запах и подойдут. А я уберу этот ящик. Зачем он Серега тут оставил? Непонятно. Вот эта вот крышка. Тоже не нужна. Этот ящик. Зачем он? Марсик так смотрится. Выходит. Из дверей. Как будто бы из замка из какого-то своего. Ну что, мне надо заканчивать видео. Поблагодарить вселенную за то, что она дает мне возможность показывать землянам всю красоту нашей природы, нашей планеты. Все это благодаря вселенной. Все эти рыбки, собачки. А вот и рыбки уже подошли. Полюбуемся немножко и я заканчиваю репортаж. Просто сегодня день, как вы видите, солнышко есть, но оно вот там, как бы за облачками. И не парит, и не жарит. Просто хорошо. Ну и, конечно, здесь деревья создают тень. Это естественно. А вон, воздух пошел. Насос, слышите, включился. Подается рыбам. Ну, это Кузя у нас принимает кислородные ванны. Собачки неспешно бродят по саду. Рыбки неспешно плавают в пруду. Вся жизнь неспешна. Это мы куда-то спешим, бежим, учимся. Что-то хотим догнать, кого-то перегнать. А Ленин, он жил в шалаше неспеша и революцию сделал. Правда, она недолго продержалась. 70 лет. Но все-таки. А теперь в этом шалаше живут мои собачки. Но не в том шалаше, в котором Ленин был. Мы сделали копию того шалаша. Нам прислали чертежи, и мы по этим чертежам соорудили вот этот шалаш. И в нем теперь живут французские бульдоги. Может, они тоже пишут какие-нибудь труды. Капитал, например, там, как Карл Марс. Он же написал капитал. Вот и Марсик напишет, сколько он ящериц видел. Сколько километров в длину периметр, по которому он ходит. Может быть, он опишет свои переговоры с кротами. Ну, вот на этом шалаше я и заканчиваю свое видео. Марсик, покажись человечеству. Марсюха, Марсик, выйди на секундочку. Марсюнчик, ты где? Мирка, иди зови его. Игорь Негода. Продолжение следует...